Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске Организация детского отдыха, подготовка к осенне-зимнему периоду и достижения в сфере АПК. Эти и другие темы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. В Ненинском округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Сдать объекты подрядчики должны не позднее сентября текущего года. Свой среди своих. Жители Заполярья готовятся к участию в международной акции. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Житель Наринмара предстанет перед судом за две драки в один день. Первый заместитель прокурора Ненинского округа Виталий Кудрявцев утвердил обвинительное заключение по уголовному закону. В отношении жителя окружной столицы. Обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных 111 статьей Уголовного кодекса. Следствием установлено, что днем 23 мая обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице 60 лет Октября в городе Наринмаре в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшему удары в область груди, чем причинил последнему телесные повреждения в виде закрытых переломов двух ребер. Эти повреждения квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью. В этот же день в вечернее время обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице Пионерская, в ходе конфликта нанес удары по телу другому потерпевшему. Телесные повреждения в этом случае также были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью. За совершение каждого из указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело направлено в Наринмарский городской суд для рассмотрения по существу. Еще три человека скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции. Такие данные приведены на официальном сайте администрации НАУ. Также по данным регионального Роспотребнадзора за сутки в НАУ зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1632 подтвержденных случая заболевания COVID-19. В настоящее время на лечении находится 297 человек. Из них на сационарном лечении 61 человек, на амбулаторном – 236. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Организация детского отдыха, подготовка к осенне-зимнему периоду и достижения в сфере АПК – эти и другие темы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Одно из поручений, которое озвучил глава региона, касается ужесточения требований к организации отдыха детей. Связано это с недавним инцидентом в санатории Бимлюк, что в Анапе. Дети и их родители неоднократно жаловались на качество питания. Сегодня маленькие отпускники должны вернуться в Наринмар. Однако окончание их отдыха – не повод забыть о неприятной истории. Я полагаю, нам надо сделать на будущее выводы и заключать контракты на лечение детей более жесткие. Четко прописывать все, в каких условиях дети должны жить, как сопровождающие, где они должны находиться, как их должны кормить. В ходе оперативного совещания при главе региона стало известно, что Нинницкий округ занял первое место в стране по доведению федеральных средств до аграриев. С начала года сельхозпроизводителям было перечислено 128 миллионов рублей. Из них 81 миллион – средства федерального бюджета. У нас есть соглашение с Минсельхозом. Оно, условно говоря, не условно, а 125 миллионов в целом. Из них 81 миллион – это федеральный бюджет. В июле Министерство сельского хозяйства подвело итоги. Мы по доведению средств федерального бюджета до сельхозпроизводителей на этот период по России занимаем первое место с выполнением 91%. То есть, иначе говоря, все эти средства, которые мы планировали довести до сельхозпроизводителей, мы не зажали в департаменте вашем, а все довели до производителей. Деньги получены, освоены и пошли на то, чтобы хозяйство наше становилось на ноги хорошо. Обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Так Надежда Михайлова отчиталась о ходе опережающего северного завоза. Компания по доставке топлива в населенные пункты идет с опережением графика. Мы закончили завоз дизельного топлива, в полном объеме завезли. Последнее – это был поселок Амдерма. Раскачали выходные. То есть, все дизельное топливо мы довезли? Да, по населенным пунктам мы развезли. Уголь? По углю у нас выполнено 81%. Осталось завезти Каратай, Ковар, Кузькара, Нижняя Пеша. Ну, это как раз получается туда, на восток, да, у нас? Ну, они сейчас в Пешу вышли, да, и после этого будут выходить в Каратайку где-то в 50-х числах августа. Но уже все суда стоят под погрузку в Архангельске, поэтому после этого они будут выходить уже и заканчивать тогда и дрова, и уголь. Потому что дрова остались тоже только эти населенные пункты. На сегодня выполнено 90% по дровам. Таким образом, по морскому пути осталось завести чуть более 4 тонн угля, 781 кубометр дров и около 16 тонн технических масел и смазок. Завоз по малым рекам завершен в полном объеме. Окружной избирком установил время проведения агитационных публичных мероприятий для кандидатов в Госдуму. В соответствии с законодательством зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы и политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, имеют право проводить встречи с коллективами учреждений и организаций. Для этого кандидатам необходимо подать заявку руководителю предприятия, который определит дату и время встречи. В будние дни продолжительность не должна превышать час времени. В выходные и праздничные дни провести встречу можно за два часа. Избирком рекомендует организаторам и участникам публичных мероприятий строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения COVID-19. В Ненецком округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Сдать объекты подрядчики должны не позднее сентября текущего года. Ход работы ценил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова продолжит. Капитальный ремонт дома номер 25 по улице Пионерской выполнен на 85%. Это один из 16 многоквартирных домов, которые ремонтируют в этом году в рамках региональной программы, реализуемой окружным фондом содействию и реформированию ЖКХ. По этому дому ремонт перенесли на более ранние сроки, потому что жители жаловались на холод. И этот дом как раз показывает то, что если жителям не устраивать сроки проведения ремонта по программе региональной, то они могут обратиться в департамент строительства. И их просьбу обязательно рассмотрят и, возможно, передвинут на более ранний срок. В начале ремонта выяснилось, что фундамент дома значительно прогнил, что потребовало выполнения дополнительных работ. Это утепление специально экструзионным утеплителем в три слоя по 5 сантиметров. То есть пирог в 15 сантиметров в шахматном порядке, без зазоров, утепляется цоколь. Местами в первом этаже, где есть санузлы, мы там также добавляем сам пирог из базальтового утеплителя, вскрывая полы, а снизу также экструзионным. Перечень работ на всех 16 объектах различный. В основном это ремонт внутридомовых инженерных сетей электро- и теплоснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, ремонт крыш, фундамента, ремонт и утепление фасадов, чердачных и цокольных перекрытий. Реконструкция дома номер 24А по улице Пионерской выполнена практически наполовину. То есть подрядчик снял старую вагонку, проконопатил все швы заново, пароизоляция, утеплитель 15 сантиметров и сверху новая вагонка. Вагонка обработана специальным составом, два слоя, чтобы избежать гниения, чтобы дольше стояло. Коммуникации тоже меняете? Вот как-то. Электричество, водоснабжение? Электричество, водоснабжение, газ. Все это меняете? Все меняем, но только до счетчика, там, где общедомовое имущество. Жильцы домов с пониманием относятся к неудобствам, связанных с ремонтом. Главное для них сейчас – это качество выполненных работ, чтобы зимой снова не пришлось мерзнуть в своих квартирах. В сентябре оба объекта должны быть сданы. А насколько хорошо сделан капремонт, покажет предстоящая зима. Надо отдать должное терпению жильцов этого дома. Действительно, они натерпели сначала холодов, сейчас ремонт. Но, знаете, это пока явление временное. По крайней мере, мы работаем с прицелом на качество. И надеемся, что результат работ этой зимой порадует жильцов этого дома. Добавлю, капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится за счет средств окружного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах, собранных в качестве взносов на капитальный ремонт. В 2022 году планируется ремонт 17 домов. Александр Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецкой общине Канин начинает работу кочевой детский сад. 5 июля в СПК вертолетом доставили учебные пособия, литературу, спортинвентарь и обучающие игры. Работа с детьми организована в двух оленеводческих бригадах общины без отрыва от семьи. В образовательную программу войдут занятия по речевому, познавательному, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию, а также занятия по физическому воспитанию. С детьми в тундре будут работать два педагога из НИСИ, которые с имуществом кочевого детского сада в период перекочевок будут перемещаться вместе с оленеводческими бригадами. Финансирование кочевого детского сада осуществляется в рамках окружной госпрограммы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов НАО». В 2021 году на проект по реализации образовательных программ для кочевников окружным бюджетом предусмотрено порядка 621 тысячи рублей. Проект реализуется в Ненецком округе с 2016 года. Ненецкая центральная библиотека имени Печкова принимает участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Учреждение представит проект «Наука для всех». О месте, где прививают любовь к литературе и всегда рады читателям, расскажем в следующем сюжете. С чего начинается библиотека? Конечно же, с книг. Обычно люди, занимающиеся наполнением фонда и следящие за состоянием каждого экземпляра, остаются вне поля зрения читателей. А ведь без них не было бы у жителей Ненецкого округа такого выбора книг – от зарубежной русской классики до профессиональной литературы. Наш отдел является одним из сложных отделов библиотеки, одним из самых важнейших. Отдел выполняет вообще очень много функций, но основная из них – это, конечно, комплектование Ненецкой центральной библиотеки. Сюда входит и закупка книжной продукции, и для центральной библиотеки, и для библиотек филиалов. Фонд книг обновляется два раза в год. Его формируют, основываясь на интересах читателей, которые, заполняя анкету, помогают сотрудникам понять, что же необходимо библиотеке. Также любой желающий может оставить заявку на книгу, которая отсутствует в фонде, и её постараются найти и привезти. Познакомиться с теми экземплярами, которые уже ждут читателей, можно в отделе абонемента, где добрые и отзывчивые сотрудники сориентируют и помогут с выбором интересной литературы, основываясь на ваших вкусах. Раньше больше приходили люди в возрасте. У нас читатели были даже 90 лет. Вот сейчас в связи с таким немножечко они стали поменьше ходить, потому что, ну, всё-таки они побаиваются. Сейчас такой средний возраст, и вот в настоящее время сейчас ученики тоже приходят. Школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста. В Ненецкой центральной библиотеке каждый посетитель как показатель, что их работа важна и её ценят. А если вам хочется начать читать выбранную книгу прямо в библиотеке, на третьем этаже есть читальный зал. Кстати, здесь ежемесячно обновляют выставочные стенды. Например, в августе здесь можно узнать много нового про заготовки. Ну и, конечно же, про главный ненецкий праздник – День оленя. Кстати говоря, о народных традициях читатель может найти литературу в отделе Севера. Наш отдел очень пользуется большой популярностью, потому что сейчас интерес к родному краю, именно нашего округа, у школьников, очень популярен. Почему? Потому что учителя им задают подготовить какую-нибудь работу. И вот они сюда приходят. В отделе Севера есть не только историческая и документальная литература, но и художественная. Там же выставлены книги местных авторов. Для привлечения посетителей в библиотеки постоянно проводятся различные мероприятия. Самое популярное – Библионочь. Любимое событие для всех читающих на Ридмарцев. Мероприятий проводилось очень много. Но у нас сам регион является читающим, потому что у нас каждый второй является читателем нашей центральной библиотеки. Ну, я не говорю о школьных, там другие библиотеки. То есть на сегодня у нас более 50% населения является пользователем библиотек. Больше половины из них – это у нас дети, подрастающие поколения, подростки – дети. Ненецкая центральная библиотека каждый год выдвигается на всероссийский конкурс «Самый читающий регион». В 2015 году наш округ занял второе место. Отрадно, что в столь маленьком округе находится библиотека, которая учитывает все интересы читателей. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ансамбль из Дома культуры Индиги стал финалистом регионального фестиваля «Честь имею», который проходит в Свердловской области. Подробности у Катрины Тайбарей. Офицеры, офицеры, ваше сердце пахнет. На этих снимках простые парни – жители Тиманского сельсовета. В разные годы они участвовали в военных действиях, служили в горячих точках. Таким образом, сотрудники Дома культуры Индиги отдали солдатам дань уважения. Видео на просторах сети интернет разместили еще зимой. А недавно узнали, что стали финалистами конкурса «Честь имею». У нас это видео было сделано к 23 февраля. Поздравить наших мужчин. Мы решили спеть и сделать видео. То есть достали фотографии все, ребят, которые воевали и так далее. Песня «Господа офицеры» в исполнении вокалистов из-за полярной Индики покорила сердца жюри фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева, который ежегодно проходит в Свердловской области в селе Покровское. Финал индикчане прошли в номинации «Вокальный ансамбль от 18 лет». Отборочный тур там у них огромный. Очень много заявок, очень много участников. Они к нам позвонили, сообщили, что мы в финале. Сейчас жители села с нетерпением ждут результаты итогового конкурса «Честь имею». Катрина Тайбарей, Телеканал Север. 9 августа в Ненецком округе отметят Международный день коренных народов мира. В честь праздника в регионе придет акция «Свой среди своих». Представители разных народов вновь выйдут на улицы в национальных костюмах, чтобы показать богатство и красоту своих корней. Тему продолжит Василий Ходанзейский. Уже третий год подряд Светлана Хозяинова принимает участие в региональной акции «Свой среди своих». Ежегодно 9 августа она надевает комик-костюм и идет на работу. Я не могу не участвовать в акции «Свой среди своих», потому что это замечательная возможность мне надеть одежду, в которую ходили мои предки, со всем почтением и уважением к их одежде, к их традициям, к их обрядам, к каким-то вещам. И почувствовать, как они себя чувствовали. Надевая народный костюм, Светлана чувствует в себе особенную уверенность. Ведь одежда – это не просто украшение, это в первую очередь колорит и духовная сила народа. Преображение в традиционный образ переносит человека в прошлое. Ведь раньше в жизни наших предков народный костюм являлся повседневным. Надеваю этот костюм и представляю, я вспоминаю своих бабушек, дедушек, своих тетушек, которые у меня ходили в этих костюмах. Я их вспоминаю, мысленно снова отношусь к тем дням своей молодости, когда я их видела, когда ходили они. Пусть не в таких, может быть, нарядных, как сейчас мы представляем, но это было тогда за норму ходить в таких костюмах. С любовью к своим предкам и особой гордостью Светлана, демонстрируя свой костюм, призывает участвовать в акции своих коллег. Трудясь на одном поприще, Герман Сопочкин полностью поддерживает Светлану и отмечает важность акции. Мы живем в таком динамичном развивающемся мире, и мы забываем о своих корнях, о своих традициях. Поэтому эта акция нам позволяет окунуться назад, остановиться и осмыслить то, что было раньше. Герман Сопочкин принимает участие в акции впервые. И очень отрадно, что с каждым годом масштаб мероприятия и количество людей, поддерживающих идею, растет. В акции я принимаю участие в первый раз. На мне традиционный ненецкий костюм, молодземельской тундры. Надевая костюм, я чувствую связь со своими корнями и считаю, что таким образом я могу отдать дань своим предкам, своему народу. Такие разнообразные представители народов в традиционных костюмах своих предков участвуют в акции. Если у вас есть желание посодействовать в продвижении традиций коренных народов, проведя целый день в Косюме, вы можете обратиться в этнокультурный центр и оставить заявку на участие. В рамках этой акции у нас в этом году мы запустили форму заявочки. Такую небольшую, она совершенно легкая. Ее можно найти на страничке этнокультурного центра. Заполняется она очень быстро. Указывается там в основном только то, какой костюм вы в этом году представляете и ваше имя, отчество. В акции каждый год принимают участие все организации округа, независимо от сферы деятельности. 9 августа к акции «Свой среди своих» присоединится коллектив телеканала «Север». Я буду представлять традиционный костюм коми ижимского народа. Главным акцентом в образе является коми-рубаха Дерем и пояс, который играет роль оберега. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.